Не все жители Российской Федерации и нашего округа знают о том, что для оформления загранпаспорта, для проверки водительских штрафов, а также для отправки обращений в различные структуры, не обязательно стоять в очередях и тратить свое бесценное время. А это можно сделать быстро через интернет. Сайт Госуслуг дает такую возможность всем жителям страны. Портал государственных услуг Российской Федерации можно найти по адресу www.gosuslugi.ru. На этом сайте можно получить любую госуслугу за считанные минуты. Можно оставить заявку на получение загранпаспорта, можно оплатить штраф ГИБДД или оформить заявление о получении материнского капитала. Что для этого нужно сделать? Для этого необходимо активизировать личный кабинет на этом сайте. Если вы это сделаете, то все услуги вы сможете получить быстро и легко. Для активации личного кабинета нужно пройти простую процедуру регистрации, то есть кликнуть мышкой на слово «регистрация» в верхнем правом углу на странице сайта. Что нужно сделать дальше, рассказала Елена Пискова, заведующая отделом социально-экономического развития администрации Артемовского городского округа. Потом нужно будет подтвердить свою личность. Для этого понадобится паспорт, страховое свидетельство пенсионного фонда и адрес электронной почты. Для регистрации нужно заполнить анкету со своими персональными данными и ввести СНИЛС, это номер страхового свидетельства. Где получить код активации личного кабинета? Кроме заполнения анкеты, для активации личного кабинета необходим специальный код. Во время регистрации можно выбрать способ его получения, который можно получить или по почте России примерно через две недели после запроса, или сэкономить время и получить код в центрах продаж и обслуживания клиентам компании Ростелеком. Далее идет регистрация на портале, то есть когда вы получите код активации, можно будет пойти в личный кабинет. А для этого повторно надо ввести номер страхового свидетельства и напечатать код посетителя, который изображается на картинке. И вот итог. Сейчас вы можете пользоваться госуслугами через всемирную паутину. Стоит только выбрать нужную из списка или воспользоваться строкой поиска. Впрочем, зачем же нужен такой портал электронного правительства? Этот портал предназначен для предоставления информации о государственных, муниципальных услугах, о функциях, о ведомствах, а также для оказания услуг в электронном виде. С помощью портала можно получить услугу в электронном виде, получить информацию о государственной услуге, в том числе место получения, стоимость, сроки оказания и образцы документов. Получить информацию о государственных и муниципальных учреждениях. Подробнее о всем этом можно узнать на портале государственных услуг Российской Федерации. Добавим, что можно получить госуслугу или муниципальную услугу по принципу одного окна. Такая возможность в Артемовском городском округе должна появиться в 2014 году. Также планируется открытие многофункционального центра, где и будет предоставлена такая возможность. На официальном сайте Артемовского городского округа размещена информация о деятельности органов самоуправления, информация о регламентах и проектах регламентов. На информационных стендах администрации Артемовского городского округа, а также на сайте размещены перечни услуг. В данный момент у нас размещены перечень муниципальных услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления на территории Артемовского городского округа и подлежат переводу в электронный вид. Перечень муниципальных услуг, в рамках которых осуществляется межуровневое и межведомственное взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг. Перечень муниципальных и государственных услуг, организация предоставления которых осуществляется по принципу «одного окна». То есть, этот первоначальный перечень, который предусматривает предоставление по этому принципу, уже утвержден. Этот список еще не полный, и со временем произойдет его корректировка в сторону увеличения. Что же такое принцип «одного окна»? Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по этому принципу предполагает создание единого общественного места, где будет осуществляться прием и обслуживание разных категорий заявителей, в том числе и возможности одновременного получения нескольких видов услуг при однократном обращении. Основной формой организации таких услуг по такому принципу является создание многофункционального центра. На территории Свердловской области создано государственное бюджетное учреждение Свердловской области, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. Значит, на территории нашего Артемовского городского округа планируется создание филиала данного государственного учреждения. В соответствии с областной целевой программой создания таких центров в Артемовском городском округе, который планируется летом 2014 года, принцип «одного окна» исключает возможность сбора дополнительных бумаг, справок, документов для всех категорий граждан. И основными целями реализации услуг по принципу «одного окна» является упрощение получения различных документов, сокращение сроков их оформления, повышение комфортности получения этих услуг, исключение коррупции и посредников, а также многое другое.